Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Я спешу во всём, вот, психологически ли это проблема, да? Вот, то есть, человек, получается, читает книгу, торопится, вот, смотрит фильм, тоже торопится и так далее. И, соответственно, спрашивает вот нас о том, да, в этом смысле, вот, насколько это, то есть, психологически ли это проблема, да? Значит, что хочется сказать здесь? Во-первых, если вас не устраивает то, что происходит, да? Вот, ну, вот вас лично, если это не устраивает, то, что происходит, то, конечно, это действительно может быть проблемой. Это правда, вот, и смотреть нужно тут, в этом смысле, именно на ситуацию, вот, в целом, в общем. Если качество жизни ваше падает, вот, то, естественно, я думаю, я думаю, что это проблема. Другой вопрос, от чего, что это за проблема, да? Вот. Это интересный момент, потому что, как мне видится и как мне думается, связано это, связано это исключительно с тем, что вы пытаетесь, ну, чего-то избежать, вот, вы пытаетесь от чего-то уйти, вот. А, ну, вопрос заключается в том, от чего вы пытаетесь уйти, вот, ну, чаще всего это, вот, какая-то такая не совсем приятная история, вот. А, ну, связано с вашей жизнью, что-то, от чего вы, вот, пытаетесь оградиться, отстраниться, да? С одной стороны, с одной стороны, с другой стороны, это ведь и определенные требования ваши к себе, ну, к себе самой, да? Вот, которые вы, ну, к себе предъявляете, вот, которые вы сами от себя требуете и так далее, вот. Поэтому, на мой взгляд, смотреть на ситуацию, которую вы описываете, нужно, вот, в таких категориях, скажем так. То есть, это должны быть категория избегания и категории требований, вот. Ну, на мой, на мой, на мой скромный взгляд, по крайней мере, вот, работает это именно таким образом, вот. Другой вопрос, что вы хотите с этим делать, да? То есть, если вас волнует только проблема ли это, то это одно, если вас беспокоит только. Если вас волнует, интересует только то проблема ли это, то очевидно, что это проблема, потому что качество вашей жизни падает, это проблема. Что вы готовы с этим делать дальше? Вопрос. По-хорошему, по-хорошему, конечно, нужна психотерапия, да? Нужна работа. Вот. В этом направления. И, да, нужна помощь вам. То есть, эти дополнительные, чтобы вы, э... ну, как следует вот, эмммммммм мм... Себе разобрались. И, увидели, что это вам дает. Иногда бывает так, что причина такого, ну вот такой поведенческой реакции, вот, связана с тем, что человек боится, например, боится. Боится успеха, боится какого-то успеха, да, вот, боится каких-то результатов, вот, ну, своей деятельности, опасается этого, вот, по крайней мере. Не всегда знает, вот, как вот ему двигаться, да, не всегда понимает, что ему хочется, не всегда дает себе отчет в этом. Вот, разные бывают ситуации и может быть это также способ борьбы с отсутствием интереса. Интереса. Вот. Ну, отсутствует интереса именно вот к тому, что вы делаете, допустим. Вот. То есть, ну, если вы не привыкли, например, чувствовать интерес к тому, чем занимаетесь, вот. то, может быть, такая история еще, что таким образом вы, ну, маскируете отсутствие интереса, вот. Вот. К тому, что, вот, собственно, чем вы занимаетесь, да, и так далее, то есть, ну, вот, вам не очень интересно. Конечно, вы себе как-то запрещаете чувствовать отсутствие интереса, вот, и торопитесь, вот, ну, соответственно. Вот. Такой вариант тоже исключать, понятное дело, нельзя. Вот. Поэтому нужно смотреть, нужно рассматривать всю ситуацию целиком, вот. И дальше, дальше уже смотреть, вот, куда и в каком направлении вы хотели бы и могли бы двигаться. Вот. Что бы вы хотели делать? Совсем это, я имею ввиду, да? Вот. Вот, пожалуй, то, что можно было бы вам сейчас сказать. В целом, я не вижу в том, что вы описали чего-то такого прямо уж критического, да, чего-то такого прямо уж тяжелого и серьезного. Даже если вы, ну, даже если вы живете так долго, вот, все равно это все можно будет изменить и поменять. Вот. Особых вот, прям, сложно всегда в этом нет. Главное, чтобы вы хотели этим заниматься. Вот. И главное, чтобы вы были нацелены на работу. Вот. Постарайтесь, постарайтесь вот сами себя спросить, вот, что происходит. То есть, постарайтесь сами себя спросить, когда вы торопитесь, какую цель вы преследуете. Вот. И на что ориентированы? Вот. Какие чувства вы испытываете, когда торопитесь? то есть, ну, что это за чувства, да? Вот. Это тревога, например. Это... Что-то еще. Вот. И я думаю, что ответ придет. Вот. Да, может быть, не сразу. Может быть, не сразу. Вы увидите его. Вот. Потому что вы не привыкли на это обращать свое внимание. Вот. Ну, ответ придет. Можете быть, можете быть в этом уверены. А если не получится, если не получится, то психолог вам поможет и психолог позволит вам разобраться в том, что вас беспокоит, в том, что вас волнует. И решить, как вы будете двигаться дальше, что вы будете делать с этим и так далее. Вот. Как-то так, я думаю, можно ответить вам сейчас на вопрос, который вы задаете. Ну, собственно, тут и вопросов нет. Пока. Вот. Вы просто спрашиваете, как быть с этой проблемой. Вот. Боитесь сталкиваться с собой, вот, своим внутренним миром. Постоянно, вот, переключаете свое внимание. Внимание свое, да, на какие-то другие вещи. Вот. Я уверен, что, если вот, ну, если вас вот как-то попросить, да, там, рассказать о себе, то, вероятно, вам будет сложнее это сделать. Вот. Это может быть связано с чувством базового стыда. На этом все. Удачи вам. Всего самого доброго. Обращайтесь. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу.